Привет, ты на канале Бирхантер. В прошлых видео я навешивал всякие обвесы на арбалеты, и в этом, по идее, я должен выбрать что-то из этого. Понять, что топ, а что лишняя ерунда. Тут были майские праздники, так что я поехал на дачу, взял арбалеты, думал, как раз там все это и сделаю. Но я не был бы собой, если бы у меня все получилось ровно так, как задумано. Нет, я, конечно, основную задачу выполнил и даже пострелял с многозарядного арбалета бродхедами. Но дополнительно я сравнивал арбалеты между собой, с какими-то другими арбалетами, много стрелял, и в целом этот ролик будет скорее про стрельбу и какие-то общие впечатления. Так что присаживайтесь поудобнее, подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны, и мы начинаем. Всем привет, друзья, я, Олег Бирхантер, и сегодня следующая часть нашего ролика про сборку того арбалета, который подойдет именно мне. И знаете, изначально у меня был такой четкий план, что вот я соберу один арбалет, соберу второй арбалет, потом я приеду, отстреляю один арбалет, отстреляю второй арбалет. Но сейчас я как-то понимаю, что все-таки в вакууме собирать арбалет не очень прикольно. То есть их надо все равно сравнивать между собой, так или иначе это быстрее. Если у меня многое одинаковое на одном и на втором арбалете, то какой смысл мне делать то же самое дважды. Поэтому я чуть решил поменять концепцию, и в этом ролике, наверное, у нас будет два арбалета. Мы так или иначе их сравним между собой. Но если у вас останутся какие-то вопросы, более, так сказать, подробно вы захотите изучить один из них, то пишите комментарии, задавайте вопросы, я на все вопросы отвечу. И может быть я даже сниму ролик про каждый из этих арбалетов по отдельности. Итак, сегодня у меня с собой есть Агрегатор, Хараон, Мамба и какой-то МК. И я не просто так взял эти арбалеты, потому что агрегатор, мы знаем, это очень мощный арбалет, но у меня есть рекурсивный арбалет, который мне удалось раздобыть. Он со взрослыми плечами. И интересно сравнить арбалет-пистолет так или иначе. Я, конечно, сейчас вот в данном, вот с таким прикладом, да, это не совсем похоже на арбалет-пистолет именно. Да, по размерам это все-таки больше похоже уже вот на вот этот полноценный МК. Но это все как бы обвес, и никто не мешает вам взять этот же Doom-агрегатор, собрать его вот в таком Ford Factory, как Мамба, с таким же прикладом. Ну, то есть это будет вполне себе арбалет-пистолет, но по мощности он при этом не потеряет. И интересно сравнить, что может такая малютка в сравнении с полноценным, хоть и рекурсивным, но арбалетом со взрослыми плечами. Кстати, насчет прикладов. Я хочу акцентировать внимание на том, что у Мамбы, Хараона, многозарядного Хараона, Дума-мини и Дума-мини-агрегатора взаимозаменяемые приклады. С небольшим нюансом, но об этом я расскажу в ближайшее время. Когда выберу, какой приклад нужен мне, который я оставлю себе, и когда буду ставить его на арбалет. К прикладам мы еще не раз вернемся. А пока давайте просто постреляем, посмотрим на кучность из арбалета Дум-мини-агрегатора. Давайте сделаем серию из Дум-мини-агрегатора, посмотрим, что соберет в полно-над. Первый пристрелочный, а дальше... Делаем поправку. И хреначо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Прицел настроен вот сюда Соответственно мне надо целиться вот куда-то вот сюда Куда-то желтое пятно, то есть нет какой-то конкретной точки И отсюда тоже конечно разброс, ну даже на такой дистанции Но я думаю суть вы поняли Изначально я хотел показать стабильность арбалета Его кучность и результаты оправдали ожидания Однако аппетит приходит во время еды И я решил не отходя от кассы сразу сравнить его с хараоном на пробитие Хотя знаете что, давайте я сейчас выстрелю из хараона в этот же щит Для того, чтобы мы могли посмотреть, насколько один арбалет мощнее другого Все, пять сяк Фиолетовые дротики Тут просто... Почему интересно? Потому что на этом арбалете, напоминаю, стоит тетива короче, чем должна быть То есть этот арбалет становится мощнее А в то время как на том арбалете у нас тетива по длине такая же, как и должна быть изначально То есть тут как бы небольшой плюсик есть Но этот арбалет априори слабее, чем тот Поэтому, может быть, шансы уравнялись Заодно мне интересно на приклады посмотреть Потому что, в принципе, тот приклад достаточно удобный Нет, не сильно ему помогло Выходит, что лидер не поменялся Ну что ж, и не вида Зато приклад, по крайней мере, на хараоне лучше Ну, помимо этой хреновины, он просто удобней Вот он просто удобней как в эксплуатации, так и в использовании Это одно и то же За счет этой треугольной формы он ни за что не цепляется Это просто гораздо удобнее, плюс ничего не извините, ничего не болтается Короче, приклад мне нравится однозначно у хараона больше К прикладам я вернусь чуть попозже При всей очевидности преимуществов по мощности агрегатора Не все так однозначно, чуть позже поймете почему А пока давайте добавим к сравнению еще и мамбу с плечами на 160 фунтов По факту он чуть слабее, насколько я помню Лично для моей задач, потому что эта мощность была избыточной И она у меня что-то в районе 130 фунтов Мне так по кайфу как взводить арбалет, так и доставать стрелы и щита Тут я, кстати, наткнулся на видео, где из мамбы добыли оленя Ни хрена себе, арбалет-пистолеты добыли оленя Ладно, продолжаем наше сравнение Хотя, наверное, тест будет не совсем правильным, если мы не добавим сюда мамбу Потому что, ну, арбалет в мамбу, я думаю, знают уже многие Это самый продаваемый арбалет И не просто так И при этом он еще самый маленький арбалет Тот самый арбалет, который вы уже много раз видели Это мой личный арбалет, так что давайте мы с ним и сравним Что-то надо было в какую-нибудь сторонку стрелять, не догадался я Короче, я достал, ну, стрелу из нижней части мишени И туда же мы сейчас и выстрелим Потому что та стрела куда-то потерялась Блин, где она? Так, давайте вот стреляем в левый низний угол Мамба Хараон И агрегатор В целом у мамбы и у хараона стрелы заходят одинаково Потому что вот это, например, прям один в один Хотя даже, ну, даже глубже получается, чем у мамбы зашла Короче, примерно одинаково Но в то же время вот эта, например, тоже из хараона Она меньше зашла Поэтому мы будем считать, что одинаково Ну, а из агрегатора они вон все гораздо глубже зашли Так что я думаю, по мощности, по пробитию Все становится понятно То есть мамба-хараон примерно на одном уровне Но мамба это маленький складной арбалет Хараон это арбалет уже побольше А вот и нет Все не так просто Когда я стрелял на следующий день из хараона Проникающая была такой же, как и у агрегатора Возможно, дело в щите Во время съемки я не заметил этого Но сейчас обратите внимание Стрелы из усиленного хараона Заходят точно так же, как и из агрегатора Так или иначе, я решил так же, как и из агрегатора Собрать кучу на мишени Стрелал я без прицела На этом арбалете достаточно сложно стрелять без прицела Точнее, долго Дело в том, что там нет просто привычных целика и мушки Приходится импровизировать В качестве целика я брал кнопку, которую нужно нажимать Чтобы взвести арбалет Точнее, чтобы магазин открыть А в качестве мушки я брал переднюю часть этого магазина И проблема в том, что это просто черные широкие линии И проблема, в общем-то, именно в том, что ты должен сначала найти одну Потом найти вторую И их совместить И после этого навестись на цель Короче говоря, это можно делать Но если сделать какие-то приспособления на рост И привычные целики и мушки, то стрелять будет гораздо проще Но все равно результатом я остался доволен Однако вопрос с хараоном и агрегатором остается открытым И я думаю, что с этим придется разобраться попозже В одном из следующих видео А теперь продолжаем тест на кучность из арбалета хараон Так, давайте просто сделаем серию И посмотрим, как у нас разлетаются стрелы Понятно, что это не какая-то большая дистанция Но кто стрелял с арбалетиков в пистолетиков Как обычно, знает, что даже на такой дистанции Уже все становится понятно Короче, в целом все нормально Пробило Арбалет точный Тут вроде все понятно И напоминаю, что я стрелял без прицела Но как и в прошлый раз, увидев, как глубоко стрелы заходят в мишень Я не удержался И решил добавить остальные арбалеты И сравнить уже наконец, какой арбалет стреляет мощнее и на сколько Так как я был на даче, у меня там завалялся мой старенький манкунг 180-й со взрослыми, складными, кстати говоря, плечами А также арбалет-пистолет-аспит от ныне почившего интерлопера Так что давайте вернемся и посмотрим, что из этого всего получилось Я еще хочу добавить к нашему тесту Арбалет манкунг Я не помню, какая у него там точная модель У него складываются плечи То есть в свое время вроде как неплохой был арбалет Но давайте сейчас выстрелим еще раз Из всех этих четырех арбалетов И посмотрим, насколько глубоко заходит стрела Стрела в стрелу и все, экран ты стреля Итак, сначала берем мамбу Я уже научно горьким опытом Не буду брать легкую стрелу Вы уж простите, но тут стрела будет потяжелее, чем на тех комплектных арбалетах А тяжелая стрела, как мы знаем, имеет лучшую проникающую Итак, мамба Агрегатор Хараон Ну и давайте теперь с большим арбалетом сравним Вот это у нас определенно мамба Вот под названием B Так Это у нас большой арбалет Мне кажется, столько же Да, и вот, короче, вот это у нас получается хараон А вот это у нас получается агрегатор Ну что ж, получается, что вот этот большой арбалет рекурсивный По мощности примерно такой же, как вот эти малютки Напоминаю, что это арбалеты пистолета Я сейчас пойду еще в одно место и покажу вам Еще одно сравнение с еще одним арбалетом На этот раз уже нормальным пистолетом То есть мы его сравнили с большим арбалетом И давайте теперь сравним с классическим арбалетом пистолетом И поймем, что у нас получается Это арбалеты в форм-факторе прям малюсеньких пистолетиков Но по мощности сопоставимые с большими арбалетами Давайте сравним эти два арбалета Самый настоящий классический арбалет-пистолет И его современная версия Ну, я думаю, тут все понятно Зрители обратили внимание на то, что в этот раз стрелы Хараона заходили глубже агрегатора Интересно, с чем это связано Надо будет разобраться И попозже мы сравним эти два арбалета Более подробно и пристально Но напоминаю, что основной целью этого видео Было выбрать что-то из обвеса Что я оставлю у себя на арбалете А что мне не подходит Но я, как обычно, ушел в другие дебри Так что давайте хотя бы определимся с прицелом Нужна ли оптика на арбалет-пистолет? В конкретном данном случае нужна Я думаю, что ни у кого не возникнет сомнений Что на большой арбалет с усиленными плечами Оптика лишней не будет Конечно, у всех свои задачи Но в целом оптика на арбалете это ок И в сегодняшнем видео Мне удалось доказать Что эти малютки Сопоставимы с большими арбалетами А значит и оптику на них ставить нормально Ведь те же 20 метров, 30 метров Для них не проблема Кстати говоря, произошло то, чего я не ожидал Я сейчас стрелял на несколько шагов Да просто тестировал арбалеты И понял, что даже на такой дистанции Оптический прицел Ну, он не мешает, по крайней мере Я думал, что он будет мешать Но я с него даже смог прицелиться На такую короткую дистанцию Но на данный момент все идет к тому, что оно останется Хотя я на самом деле видел у одного товарища Мне приносили арбалет обслуживать Там у него стал коллиматорный прицел А перед ним откидывающийся монокуляр такой То есть если тебе нужна оптика Ты его защелкиваешь У тебя прицел коллиматорный То есть точка она как была так и остается На том же самом месте Но уже с увеличением Если не нужна, ты ее в сторону откидываешь И пожалуйста Ну, правда стоило там каких-то космических денег Больше, чем арбалет Но решение реально очень крутое Для арбалетчиков прям советую Ссылок давать не буду Потому что не знаю даже как это называется Я постараюсь найти картинку вам показать Но просто возьмите на вооружение Вещь очень интересная и полезная Ну что ж, друзья Такой вышел ролик В следующем ролике я уже выберу таки свой сетап Приклад, рукоять и прочее остальное Надеюсь, видео вам понравилось Если да, то подписывайтесь на канал на ютубе А лучше не поленитесь И присоединяйтесь к нам вконтакте